Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. И сегодня гость нашей студии, военный комиссар по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и по Одинцовскому муниципальному району Вячеслав Борисович Клявень. Вячеслав Борисович, здравствуйте! Здравствуйте, Петр. Ну и естественно, я думаю, не надо нашим телезрителям объяснять, о чем пойдет сегодня наш разговор. Естественно, он пойдет о весенней призывной кампании, которая не так давно стартовала, и об итогах призывной кампании осенней, в первую очередь, это 2018 год. Мы привыкли к тому, что наш Одинцовский комиссариат всегда на первых местах, на первых ролях и в регионе, и в Центральном федеральном округе. Давайте так что вот начнем с призывной кампании весенней и вкратце подведем итоги осенней 2018 года. На протяжении последних 10 лет, ну и ранее это, безусловно, тоже было, военный комиссариат Одинцовского района с честью справлялся с тем заданием, которое ему ставилось по подготовке призыва граждан на военную службу. Точно так же мы успешно справились и в осеннюю кампанию 2018 года. Мы сохранили лидирующие позиции в Московской области, призвали больше 300 человек, больше, чем нам было даже запланировано, и благополучно наши призывники были отправлены в войска, и сейчас достойно служат, о чем мы получаем положительные отзывы. С 1 апреля, вы правильно сказали, стартовала весенняя призывная кампания 2019 года. Задание на призыв ориентировочно, я не буду называть точную цифру, но оно примерно в тех же пределах, что было и в прошлой призывной кампании. Мы подготовились к призывной кампании, были подведены итоги военного комиссара Московской области, где было отмечено, что мы сохранили свои лидирующие позиции. Мы провели инструкторские методические занятия с членами призывной комиссии, с медицинским персоналом, подготовили документально все необходимое, инструментарии медицинские для проведения медицинской комиссии. То есть призыв мы вступили абсолютно подготовленными и организованно его начали, о чем говорят первые дни работы призывной комиссии. Каждый день мы призываем порядка 10-15 человек вооруженные силы. Это очень хороший показатель, если считать, что мы на первом этапе вызываем ежедневно порядка 50 призывников на заседание призывной комиссии. Это довольно высокий показатель. Куда наши ребята на этот раз отправляются служить? В какие регионы, в какие виды родовыиск? Абсолютное большинство, 80, а может быть даже и 85% призывников, останутся служить в пределах западного военного округа. Это центральный федеральный округ и плюс немножечко Санкт-Петербург, Мурманск, Печенга и так далее. Мы принимаем во внимание и то, что в то же время, не нарушая принципа экстерриториальности призыва, соответствующая закону, мы стараемся, чтобы наши призывники остались в субъектах федерации, которые находятся как можно ближе к Московской области. Ну, учитывая, что близость к дому, она отнюдь не мешает, а больше помогает порой. Мотивирует ребят. Да, мотивирует. И в то же время какая-то поддержка даже моральной близости, то, что родственники находятся родные, люди близкие недалеко, она как-то помогает и в морально-психологическом плане молодым мальчишкам. Поэтому мы стараемся, чтобы ребята призывались как можно ближе к Московской области и идем навстречу пожеланиям и призывников, их родителей, близких. Бывают разные причины, социальные, бытовые, семейные. Какие войска? Я думаю, вряд ли это Тихоокеанский флот, скорее всего, наверное, какие-то более сухопутные, да? Ну, да. Учитывая, что самый большой вид вооруженных сил это сухопутные войска, то, естественно, больше всего пойдет ребят служить в сухопутные войска. Естественно, по традиции пойдет много служить у нас в ракетные войска стратегического назначения, в космические войска. Безусловно, мы учтем внимание то, что сегодня очень многие молодые ребята хотят служить в частях, которые занимаются сугубо только боевой подготовкой, причем специальной боевой подготовкой. Это воздушно-десантные войска, части спецназа, морская пехота и так далее. Особо подготовленных, естественно, в небольшом количестве, потому что там очень большой конкурс, желающих достаточно много, больше, чем дается нам возможности призвать. Воздушно-десантные войска, допустим, к примеру. Поэтому туда уходят самые-самые лучшие подготовленные. Но мы видим, как они работают и в Сирии, и в других местах, где надо защищать интересы России. Мы не будем говорить, где работают, но они с честью выполняют те задачи, которые стоят перед нашими вооруженными силами по защите интересов государства. Но, должно одно сказать, что ребята, которые призываются, будут служить срочную службу по призыву, они не пойдут служить, не поедут выполнять учебно-боевые задачи, скажем так. А только те, кто имеет подписанный контракт. Вот те, да, могут поехать. Вячеслав Борисович, ну и, наверное, та готовность, та охота, с которой ребята идут служить в ряды вооруженных сил, наверное, это следствие хорошей подготовки, хорошего военно-патриотического воспитания, которое проводится в нашем муниципалитете. Недавно с удовольствием наблюдал за тем, как проходит фестиваль «Гренадеры России». Вот в нескольких словах о военной патриотике, насколько она помогает, поддерживает вот тот же самый проведение тех же самых призывов. Как я сказал, что, в принципе, дал понять и телезрителям, я думаю, поймут о том, что призыв – это в Венеции наша работа по подготовке граждан в военной службе и в том числе по военно-патриотическому воспитанию. Безусловно, это, скажем так, это та опора, на которую мы опираемся при подготовке ребят к службе и, скажем, в итоге получаем положительный результат. Безусловно, в нашем районе, в нашем муниципалитете, сегодня уже, можно назвать, Одинцовском округе, да, скоро будет, и в субъекте нашем, Московской области, огромное внимание, да и в государстве, безусловно, есть президентская программа. Уделяется огромное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, да и вообще граждан нашей страны. И, исходя из того, что эта работа у нас организована с хорошим знаком «плюс», я его назвал, там «плюс тысяча», по всем направлениям, у нас есть и координационный совет по работе с ветеранскими организациями, которые активно участвуют в работе по военно-патриотическому воспитанию. У нас есть совет ветеранов, участников боевых действий, у нас, в конце концов, одна из сильнейших, а, пожалуй, может быть, самая сильная организация региональная, боевое братство, которая является очень сильным звеном Всероссийской организации боевого братства. У нас военизированный округ, район, в котором больше 20 тысяч пенсионеров в Министерстве обороны участников боевых действий. У нас очень много военно-патриотических объединений. Ну, то есть потенциал огромный. Да, потенциал огромный. У нас активно развернулось движение юно-армейское. Я встречался с руководством юно-армейского движения в области. Они однозначно говорят, что у нас самое организованное это движение, по количеству оно приблизилось, что к 700 человекам, школьников 700 человек. Вот. Они проводят огромную работу, как сами лично, да, себя готовят, но точно так же привлекая к этому военно-патриотическому движению и остальных ребят своих одноклассников, одношкольников, однокашников, как угодно можно сказать. И мне пришлось участвовать в мероприятии по присутствию на финале военно-прикладных соревнованиях «Гренадеры России». Мне понравилось, с какими вообще глазами туда ребята приехали, их борьба за победу, да, может даже, может быть, не столько борьба за победу, сколько участие вот в этом движении и показать, что они не зря в нем находятся, хотя бы даже на низ. Я даже помню, что там первое место, кстати, заняли ребята из Кубинки, две школы, первое и второе место. Ну, это не удивительно. Да. И я, безусловно, сторонник того, и думаю, со мной согласятся все, что вот это движение, движение молодежное, они должны развиваться, они все-таки и должны стать многоступенчатыми в какой-то степени, как раньше было. Октябряты, пионеры, комсомольцы, да. И, может быть, даже в какой-то степени попытаться его сделать. Конечно, не надо загонять дубины, движение в отряды, но пытаться, чтобы оно стало еще более массовым и, безусловно, принесет пользу. Причем принесет пользу не только результатам, скажем, призыва, допустим, да, или решения каких-то государственных, масштабных задач. Это больше всего принесет пользу самим этим ребятам. Они вырастут настоящими людьми, понимающими, ради чего они что-то делают, понимающие, каким целям они идут. И их путь к этой цели, он будет всегда благородным, безусловно, будет составлять им удовольствием, будет становиться сильнее, умнее, в конце концов. И это принесет им потом огромную пользу просто в будущем их жизни. От этого только наша сторона станет сильнее. Вячеслав Борисович, ну и в завершение нашей передачи хотелось бы в нескольких словах, чтобы Вы сказали о праздновании очередного Дня Победы. Какие мероприятия запланированы, насколько масштабным будет это действие? Ну, безусловно, это один из самых, не один из самых главных, а это, пожалуй, главный праздник, наверное, государственный праздник в нашем государстве, в нашей стране, да и в сердце у каждого из нас. И к этому празднику уже начата подготовка, если масштабно, то тоже также есть государственный план, программа подготовки. Сейчас идет активная подготовка к Параду Победы на площадке в Таманской дивизии. Точно так же у нас идет подготовка к прохождению торжественным шествиям и на территории нашего района уже организованных взаимодействий с частями, с военными училищами, которые находятся в нашей территории. Безусловно, точно так же будет организован шествие бессмертного полка. Сейчас активно идет, активно идет встреча ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, здоровье уже у многих не то, которое было, когда они были в молодости, но они еще держатся. К примеру, известный всем Константин Сергеевич Федотов, наша знамя, ветеранская легенда, если хотите, да, кавалер Родинов Слава, участник Парада Победы 1945 года, он тоже, кстати, сейчас проходит медкомиссию, чтобы в свои 93, значит, принять участие в Параде Победы на Красной площади. И поучаствовать там. Вот идут встречи ветеранов со школьниками, в клубах проводятся большие мероприятия. Безусловно, каждый будет ветераном Великой Отечественной войны, участник войны, поздравленный руководством района, не обделенным вниманием участники войны и президентом. Они получат каждое личное президентское поздравление. По этому празднику готовимся, и я думаю, что каждый убеленный сединой ветеран с орденскими планками не будет обделен вниманием, и любой гражданин, который проходить будет мимо, или пусть сосед, который не может выйти на улицу по причине своего возраста и состояния здоровья, значит, но все равно он получит поздравления и добрые слова от всех нас. Ну что ж, Вячеслав Борисович, спасибо огромное за то, что пришли сегодня на наше интервью. Я напоминаю, что сегодня мы брали специальное интервью у военного комиссара городов Одинцов, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского муниципального района Вячеслава Борисовича Клявине. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся на канале ОТВ. Продолжение следует...